Добрый день. Общественная организация Криавита и Харьковский художественный музей представляет первый в Харькове видеогид для неслышащих посетителей музея. Видеогид – это обзорная экскурсия по музею. Вы сможете познакомиться с произведениями известных художников, среди которых Тарас Шевченко, Иван Шишкин, Иван Айвазовский, увидеть знаменитое полотно нашего земляка Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Экскурсию проводят для вас экскурсовод музея и профессиональный переводчик жестового языка. Для того, чтобы иметь доступ к видеогиду, вам необходимо обратиться в кассу музея и вам предоставят планшет с записанной экскурсией. Также вы можете скачать видеогид в интернете, либо просмотреть его в режиме онлайн. Приходите в художественный музей и получайте удовольствие. Сегодня у вас появилась замечательная возможность не только посмотреть на великие полотна, но и получить от них интересную, полезную информацию. Мы абсолютно уверены в том, что благодаря видеогиду вы обязательно полюбите Харьковский художественный музей и станете его постоянными посетителями. Добрый день! Я рада приветствовать вас в залах Харьковского художественного музея. Наш музей удивительный. Его история интересна, уникальна и драматична. Коллекция наша формировалась более 200 лет. В 1805 году Василий Назарович Каразин, основатель Харьковского университета, купил самую первую прекрасную коллекцию западноевропейской графики. И вот отсюда начиналась история нашей коллекции. Его пример был заразительным. И поэтому воспитанники этого университета, такие как Альферов, Бецкий, они приобретали произведения искусства за рубежом специально для этого музея изящных искусств. И таким образом 19-е столетие оказалось созидательным, оказалось удивительным в том плане, что собирались прекрасные коллекции при университете. Но харьковчанам было этого мало. И они в 1886 году открыли в городе первый в Украине городской художественно-промышленный музей. А вот дальше революция. И вот тогда эти коллекции соединяются вместе. Образовался социальный музей имени Артема, который должен был показывать, как загнивает буржуазия и как расцветает рабочий класс. К началу Второй мировой войны Харьков обладал самой лучшей коллекцией изобразительного искусства среди всех провинциальных музеев, если не считать музеев Москвы и Ленинграда. Это официально писалось в актах ущерба уже после войны. Так описали, что это самый крупный, самый значительный музей. Однако этот самый крупный, самый значительный провинциальный музей не был включен в план эвакуации. И из 75 тысяч экспонатов удалось спасти только 4712 предметов. Буквально за 9 дней до того, как фашисты вошли в город, наш директор Прокурп Васильевич Кривень, он, несмотря на угрозы, расстрела, его обвиняли в паникерстве, он все-таки сумел выбить один вагон для этой колоссальной коллекции. Один. А нужно было хотя бы девять. Тем более, что в это же время сюда привезли из Киева произведение Тараса Григорьевича Шевченко. И наш директор спас это все творческое население. И я очень рада тому, что благодаря вот этому проекту общественной организации Крио Вито этот музей становится все более и более доступным для всех, кто придет в эти залы и воспользуется вот этой программой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok